Татьяна Ивановна Бурунова помнит деревья на аллее металлургов тоненькими саженцами. В то время она пришла на тогда еще Куйбышевский металлургический завод молодым специалистом и проработала на нем четверть века. После ушла в жилищную сферу, занялась обустройством родного района. За добросовестный труд Татьяна Ивановна награждена благодарственным письмом. Вся жизнь моя уже взрослая, сознательная, связана с металлургом. В общем-то, я считаю, что здесь живут люди такие активные, очень много активных и добросовестных людей, которые, в общем-то, стараются сделать лучше и улицы, и дома, и дворы. День металлурга – праздник для района знаковый. Городок металлургов вырос вокруг предприятия. По инициативе первого директора металлургического завода появился дворец культуры, кинотеатр «Октябрь», парк с искусственным озером, поликлиника, детские сады, школы, бассейн, знаменитый стадион «Металлург». Благодарные жители каждый год вспоминают, кому обязаны появлением своего района. Сегодня, на самом деле, замечательный день для Кировского района. Сегодня мы отмечаем день металлурга. Он ежегодно проходит в это время, празднуется. И он чем хорош, что отмечается он не только на заводе и за ватчанами, но и отмечается непосредственно на территории Кировского района, на проспекте металлургов, который фактически и основал этот завод и этот поселок, который тоже строился заводом. На время праздника аллея «Металлургов» превратилась в концертную площадку и творческое пространство. Работали мастерские по аппликации, лепки из пластилина, рисованию, бисероплетению. Посетители остались довольны. Концерт. У них здесь всегда все регулярно проходит, каждый год. И потом добрый праздник очень. Вот с ребенком мы прошлись по мастер-классам. Интересно, сейчас вернемся еще. Есть чем заняться. Занятие по душе нашлось для каждого гостя праздника. Концертная программа завершилась выступлением ансамбля «Синяя птица». Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.